Одиночество на людях? Эту удивительную философскую оценку своего внутреннего ощущения в этом мире мы неожиданно услышали от известного воронежцам человека ученого-историка, педагога, театроведа, литературного и музыкального критика Бронислава Яковлевича Табачникова. А еще он на расхвату журналистов, потому что его комментарии всегда эмоциональны по форме и глубоки по сути. А еще... Мне очень нравится, когда Бронислав Яковлевич улыбается, прищуривается и говорит, давай, Танька, замутим с тобой какую-нибудь козу. Это означает, что он что-то придумал жутко интересное. И будет что-то новое, какой-то проект, какой-то вечер. Он никогда не отказывает в помощи. Если нужно составить какое-то умное письмо, он всегда поможет. Если нужно открыть вечер памяти или презентацию книги об искусстве, он всегда придет и на высшем вообще профессиональном уровне это сделает. И когда такие люди находятся рядом, мне кажется, что легче жить, интереснее жить и веселее жить. Вот ваша профессия, вы все-таки считаете себя больше педагогом? Конечно. Я себя считаю человеком, которому дано говорить с людьми о просвещении. То есть, что значит просвещение? Просвет. Вот просвет науки, просвет культуры, просвет добрых, хороших людей. Поэтому просвещение – это моя нива, на которой я работаю вот эти 50 лет. И что бы я ни делал, веду ли я концерты, читаю ли я лекции учителям или студентам, выступаю в любой другой аудитории или мы с вами вот на СВИК-ТВ о чем-то говорим, для меня всегда эта работа связана с просвещением. Вы потрясающий рассказчик, могу это подтвердить. И у вас великолепная память. Вы помните названия, имена, людей. Это вот с детства у вас? Или вы что-то воспитывали в себе? Нет, нет, я думаю, Аллочка, тут все проще. Вот каждый человек должен, если этот человек хоть в какой-то мере организованный, должен понять, какой талант или даже не талант, какое свойство его натуры наиболее сильное. Вот я это понял в детстве. Детство ведь было послевоенное, там не было ни интернета, ни телевидения, ни каких-либо забав, которые сегодня есть у детей, у молодежи. Были только книги. И я их читал в большом количестве. И мне удавалось как-то интересно рассказывать про эти книги моим товарищам, моим друзьям. Потому что дружили мы крепко, мальчишки учились в мужских школах. И я почувствовал вот эту способность к тому, чтобы увлечь другого человека рассказом о чём-либо. Я почувствовал, что вот это мне дано. И тогда уже в третьем классе я решил, что я буду учитель. Бронислав Яковлевич Табачников – человек разносторонних талантов. Это отмечают все, кто его знает, кому довелось с ним общаться. Я назову только три из них. Талант учёного и педагога, талант просветителя и талант общения с людьми. Достаточно взять в руки его последние по времени выхода книгу, которую он сделал подарок нам к своему юбилею, 50-летию пребывания в Воронеже. Это избранные словистические этюды. Значительная часть этой книги посвящена рассказу о людях, с кем творчески работал, общался, дружил Бронислав Яковлевич. Среди них имена его учителей, замечательных учёных старшего поколения Ильи Николаевича Бороздина и Лазарь Борисовича Генкина. Имена учёных, которые работали, а некоторые из них и продолжают работать в нашем университете. Какие бы, может быть, вехи вы отметили в этой своей работе? Что для вас было важно? Для меня было очень важно в научной деятельности, для меня было важно вот что. Я когда был студентом в 1958 году, случилась командировка в Польшу. И случилась командировка в Краков. А Краков – это то место, где жил Ленин перед войной. И там он оставил огромный архив. И там работали люди из Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, которые этот архив собирали, обрабатывали. И мне удалось к этому каким-то образом прикоснуться. И когда уже я приехал и поступил в аспирантуру, для меня стало совершенно ясно, что я буду заниматься проблемами Польши, проблемами общественного движения в Польше, рабочего, социал-демократического, национального. Это стало ясно вот с первых лет моей серьёзной такой… Я постарался вдумчиво работать над теми темами, которые жизнь как бы предлагала. И вот всю жизнь я работаю в области истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. И вот книга, которая у меня вышла не так давно, избранных моих произведений, она как раз и полна этими статьями, книгами о… Например, там полностью вошла моя книга «Падение Югославии». Очень я горжусь тем, что вот моя статья «Военное положение в Польше и революции в Центральной и Юго-Восточной Европе» была опубликована в этой книге, но была опубликована в ряде зарубежных изданий. И этим я, конечно, очень горжусь, потому что, стало быть, признают, что я чего-то интересное могу сделать. Таким образом, если подводить итог, отвечая на этот ваш вопрос, то все 50 лет я занимался очень углубленно, усиленно проблемами истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. И кое-что удалось в этом направлении сделать. По крайней мере, за книгу «Общественное движение на польских землях» во второй половине XIX в начале XX века «Ваш покорный слуга был в 90-х годах удостоен звания профессора». Вот таким вот образом. Вот вы о Польше говорите. Вы ведь и польский хорошо знаете. Ну, конечно. Конечно, ну, конечно. Но когда человек, любой ученый, занимается той или иной страной, это предполагает, что он язык страны знает. Ну, если не в совершенстве, то, по крайней мере, свободно. Поэтому, конечно, как же я много лет работал профессором Ягелонского университета. Просто меня приглашали там читать лекции студентам. И, как вы понимаете, на узбекском языке они не понимают. На русском раньше понимали все, потому что русский язык был в Польше обязательным в школе. Сегодня нет, этого нет. Поэтому приходил, ну, читал на польском языке, естественно. Это абсолютно необходимый элемент научной практики. Из многих его качеств, наверное, уже много раз говорили о том, что человек, он поразительно разносторонний, я бы отметил прежде всего то, что он очень хороший педагог. Замечательные совершенно качества педагога. Он любит работать с аудиторией. Неважно с какой. С аудиторией студенческой, с детской, взрослой, артистической, с разной средой. Он прекрасно ведет концерты в филармонии. Но все-таки его основное, я бы так сказал, профессиональное качество раскрылось в период его многолетней теперь уже работы в Институте усовершенствования учителей. Здесь он в этом институте возглавил кафедру истории, ведет такую очень сложную ответственную работу по переподготовке, по переквалификации учителей истории. Ну, наверное, вы знаете, все представляют, насколько сложна и ответственна работа историка сейчас. Постоянно говорят о необходимости усиливать гуанитарное историческое образование нашего общества, о необходимости единого учебника истории. Сейчас постоянно идут разговоры. Но все-таки решающую роль всегда играл и будет играть учитель. И вот учителем учителей многие годы является табачников. Причем работает, ведет он виртуозно, просто блестяще, я бы сказал, справляется со своими профессиональными обязанностями. И учителя регионов, школ, сельских, городских безмерно ему благодарны за это. – Бронислав Яковлевич, скажите, что для вас самореализация и удалось ли вам реализоваться в этой жизни? – Я думаю, что да. Я всегда говорю, Аллочка, что человек приходит в этот мир для того, чтобы, во-первых, сохранить себя, а во-вторых, самореализовать себя. А самореализовать себя он может быть в творчестве, это творчество педагога в данном случае, как у меня, и в любви. Ну, как педагог, я думаю, что состоялся. – Я больше чем уверена, что нет ни одного учителя в городе Воронеже и Воронежской области, кто бы не знал имя Бронислава Яковлевича. Потому что весь учительский состав прошел прежде всего через его лекции. Что видели люди, что слышали на этих лекциях? Конечно, необычайная актуальность этих лекций. – Эрудиция самого Бронислава Яковлевича, его способность общаться с аудиторией, его коммуникабельность. Поэтому все учителя с огромным удовольствием ходят на лекции к Брониславу Яковлевичу, и никто никогда эти лекции, в принципе, не пропускает. Кроме того, этот человек – необыкновенный эрудиц, с ним можно разговаривать на любые абсолютно темы. И можно поговорить и про театр, и про новые кинофильмы, и про поездки в ту или иную страну. И, безусловно, конечно, это наша путеводная звезда для учителей истории. – Бронислав Яковлевич, ну, вы разносторонний человек. Речь идет еще и об общественной деятельности. Как вы все успеваете? – Ну, я не знаю. Я думаю, что любой человек может все успевать. Нужно только быть организованным. Вот наше поколение людей, которое вырастало в очень сложных условиях, материальных условиях сложных, моральных условиях, условиях такой, я бы сказал, жесткой диктатуры, оно вот эту обязательность впитало с молоком матери, как говорится. Необязательность мне, например, ужасно претит. И вы видели, мы с вами часто встречаемся, я никогда не опаздываю, потому что я берегу ваше время и свое время. И я думаю, что нормальная организация времени, ведь все-таки, ну, 24 часа. Сплю я не так уж много, максимум там 6 часов. Значит, 18 часов. Их можно так распределить, что на все хватит времени. – Бронислав Яковлевич – удивительный человек. Я не могу представить ни одного культурного события в нашем городе, чтобы он не принимал участие. Мне очень нравится приходить в филармонию и слушать, как перед концертом он рассказывает о музыке, о композиторе, об исполнителях. Бронислав Яковлевич долгие годы возглавлял секцию критиков при Доме актера. Делал огромную работу и умудрялся держать такой душевный климат, чтобы критики между собой всегда договаривались, дружили, и такая у них всегда была рабочая обстановка. Это требует очень сильного характера. Я когда выходила на сцену, мне всегда было очень приятно, когда Бронислав Яковлевич был в зале, потому что он очень добрый критик. А артисты, когда выходят на сцену, им, конечно, всегда нужно, чтобы кто-то их поддерживал. А если поддерживать такой человек, как Бронислав Яковлевич, это дорогого стоит. Я Брониславу Яковлевичу очень благодарна, потому что когда заканчивала свою артистическую карьеру, он настоял, чтобы я поступила в педагогический университет и стала педагогом. Мы сейчас с вами находимся в Доме актера в каминном зале. Это не случайно место выбрано. Вы театральный критик. Будучи на ваших вечерах, тоже поражаюсь, как вы талантливо представляете того или иного солиста. Это приятно, приятно слышать вас. Откуда вот это у вас? Это тоже связь с педагогикой? Да, нет, нет, это немножко глубже даже. Это немножко другое. Понимаете, тут получилось так. Когда началась война, я ведь родился за пять лет до войны, и когда началась война, случилось так, что у меня умерла мама. На пятый день войны. А отца, как всех отцов того времени, призвали в действующую армию, потому что был указ о призыве на военную службу людей, начиная с 1895 года по 1917. А отец был как раз с 1909 года. И я остался на попечении сестер моей матушки. А они были связаны с театром, они работали в театре, билетерами, кассирами, на таких позициях невысоких, но работали в театре. И вот когда мы были в эвакуации, да и в эвакуацию я попал благодаря им, а иначе бы был уничтожен в Днепропетровске. И вот когда я попал в эвакуацию, и мы жили прямо в театре, то опять-таки ребенком 5-6 лет, что делать-то было? Я шел на репетиции, смотрел, мне это очень нравилось. Но, правда, скажу вам, что актерскую стезю я никогда бы не выбрал. Я понимал, как это сложно, как это ответственно, и как это зависимо все-таки. Но театр, искусство, вот я с детства очень и очень полюбил, и душа моя к нему прикоснулась, и вот это прикосновение длится всю жизнь. И благодаря вот этому... А знаете, есть такая расхожая фраза «Все мы родом из детства». И вот это детство во мне все время живет, и когда я рассказываю о театре, о музыке, это все из той поры. Но, конечно, умноженное на некоторые знания, полученные в более позднем возрасте. Я помню, в средине, по-моему, 70-х годов был здесь такой режиссер очень интересный, Игорь Лукин. И вот мы с ним вели Университет театральной культуры вот в доме актера. Он рассказывал о театре, показывал отрывки из спектаклей своих актеров. Это были очень интересные, талантливые спектакли. А я тоже с ним вместе, мы говорили об этом с детьми. Приезжало очень много детей, и такая тоже, эта просветительская работа была очень интенсивной, и длилась довольно долго, несколько лет. Так что вот это все оттуда, оттуда, из детства. Ну, естественно, годы же идут, немножко умнеешь, немножко приобретаешь. Вот детские впечатления, умноженные на приобретенные, вот это и есть то, о чем вы, Алла, говорите. Такого замечательного, такого профессионального, душевного, и в то же время строгого ценителя искусства в нашем регионе, а если смотреть шире, то и в стране, пожалуй, не найдешь. Тому подтверждение наши многочисленные с ним концерты, и реакция зрителей, и критики на его выступления. Работая с ним уже более чем 20 лет, я могу сказать, что только растет его мастерство, уровень профессионализма, его всеохватность тем, и порой кажется, что нет такой темы, в которой бы Брюсович не смог проявить себя совершенно гениальным образом. Даже попадая в сложные ситуации, когда нужно быстро подготовить сложную и сложно составленную программу, он умудряется благодаря своему опыту и своей, не побоюсь этого сказать, грандиозной, великолепной памяти тут же набрать стихи к теме, тут же подобрать музыкальные фрагменты, тут же мне подсказать, где можно сократить какие-то купюры, сделать в музыкальном произведении, и таким образом показаться в лучшем виде. Люди моего поколения, участвуя активно в тетральной жизни, в жизни искусства Воронежа, в Воронежской области, никогда за это ничего не получали. Мы по 20, по 30 лет сидели в художественных советах театров, обсуждали спектакли, выступали с пропагандой этих спектаклей, и не ждали, что нам за это заплатят, что мы получим какие-то ордена или медали. Поэтому в этом смысле мы сами трактовали свою работу как службу на благо искусства. Но сказать о себе так я не могу, потому что это нескромно, а любая нескромность мне претит. Почему? Я вам скажу, потому что... Ну, спасибо за интерес к моей персоне, но я всегда отдаю себе отчет, что есть десятки, сотни, тысячи людей, которые не хуже, но лучше меня, и которые сделали в жизни не меньше, а больше меня. И поэтому выпячивать себя, это было бы, как вы понимаете, не то чтобы некрасиво, не то чтобы нескромно, но уж очень примитивно. Бронислав Яковлевич удивительный человек, особенный человек со своей неповторимой харизмой. Он всегда в центре, в нём есть какая-то внутренняя сила и обаяние, которое притягивает людей. Он прекрасный собеседник, очень интересный рассказчик. И диапазон его тем настолько широк, те темы, которые он затрагивает, и которых он касается, они просто безграничны. А его речь, очень правильная, умная речь, насыщенная эмоциями, его неповторимый тембр голоса, всё это завораживает, и Брониславу Яковлевичу можно слушать, слушать и слушать. Это редкий дар, а у Бронислава Яковлевича есть свой стиль речи, насыщенный эмоционально, насыщенный эпитетами, сравнениями. Там есть истории, там есть факты. Всё это, конечно, делает речь, похожая на восточный орнамент, где есть такое... Всё это переплетается очень плавно, замысловато, изысканно. Он прекрасный семьянин, любит свою семью очень, безмерно любит. У него три дочери роскошных, совершенно красивых, умных. И Бронислав Яковлевич отдаёт душу своим детям. А вообще, я ещё раз повторяю, если долго не пообщаешься с собачником, он становится скучно. Хочется встретиться, поговорить, услышать свежие новости, может быть, свежий анекдот, посмеяться, погрустить, повспоминать, наметить планы на какие-то на будущее. Так что с ним всегда хорошо, весело. И я бы сказал так, душевно раскованно себя чувствуешь, когда общаешься с собачником. Мне кажется, что мы так уважаем нашего дедушку за то, что он может сочетать свою какую-то серьёзность с шутками. То есть он никогда нас не ругает, ничего нам не говорит, ну, то есть именно серьёзно. И никогда не становится страшно. Он всё делает шутками, доносит нам информацию тоже через какие-то шутки. С самого детства он ставил лично мне спектакли с моей любимой куклой Дылдой. Мы её так звали. Потом, что я помню, в детстве мы постоянно приходили к нему пить чай, и он постоянно оставлял мне сгущёнки. И сейчас до сих пор я прихожу, и первый вопрос, ну что, чай со сгущёночкой? Также мы всегда с сестрой, если у нас какие-то проблемы в школе, там, история, общество, знание, литература, мы всегда знаем, что мы можем позвонить ему или прийти в гости, он нам всё объяснит, всё расскажет, всё покажет. И, то есть, мы всегда уверены в своих силах, и учителя всегда удивляются. Откуда же они такие у нас умные взялись? Вот, а он и научит, ну и всё-таки гены, как говорит мой папа, играют роль. А вот о семье. Вашими дочками гордитесь? Очень горжусь дочерями, да, очень. У меня три дочери, старшая живёт в Ярославле, средняя живёт здесь, она доцент Воронежского университета, у неё трое детей, трое внуков, и младшая дочь, так получилось, что она уехала на учёбу в Соединённые Штаты Америки, там вышла замуж, там родила двоих детей, и вот уже почти 20 лет живёт там. Но этот человек, я горжусь не потому, что она успешно работает в Соединённых Штатах, но я горжусь тем, что она ощущает свою связь с Россией каждый день. И вот несмотря на то, что она 20 лет прожила в Соединённых Штатах, и у неё муж американец, и дети американцы, но она ощущает себя русской по духу. И вот это её связь с нами, не бывает дня, чтобы мы как-то не переговаривались, или она с сестрой, или с нами не переговаривались, вот это её русскость, её патриотизм, её связь с нами, очень меня радует и греет. Тяжело быть внуком такого человека, вот, потому что, наверное, по сравнению с ним, мы гораздо более приземлённые. Вот однажды он меня брал с собой, я не помню в каком году, то ли в 99-м, в Одессу. До этого я город называл Одесса, он меня научил правильно говорить Одесса, очень мягенько. И там я впервые увидел компанию его школьных друзей. Вот, на секундочку. Я со своими школьными друзьями вижусь очень редко. И с некоторыми у меня, конечно, такие же хорошие отношения, но насколько вот люди пронесли через огромное количество лет вот эту дружбу и вот этот вот юмор по отношению друг к другу, вот эту сатиру, бесконечные шутки и при этом взаимопомощь. То есть, если что-то кому-то надо, они всегда могут позвонить, они всегда могут встретиться. Они, по-моему, отмечают то ли не 60-летие выпуск после школы. Это, конечно, фантастика. Вот. И в жизни он очень простой в семье. Очень простой человек. Это, может быть, для кого-то где-то там профессор, для кого-то наставник, для кого-то человек, который рассказывает о культуре, рассказывает о филармонии, о великих произведениях различных веков, направленности жанров. Для нас он очень простой. Он ледушка в первую очередь. Ну а какие все-таки планы? Планы? Не знаю. Планы такие. Жить и работать. Учить. Да. Жить и работать, чувствовать. Вот каждый день какая-то работа есть. Каждый день. Вот даже ваша редакция, свидетель этой работы, то вот какая-то общественная работа, то открытие выставки, то премьера, то ещё что-то, то общественный совет вашей замечательной компании. Ну вот так и работаем, так и живём. Сколько ещё суждено прожить, ведь неведомо, но пока живёшь, хочется работать и чувствовать. Помните, помните, как у князя Вяземского и жить торопится, и чувствовать спешит. Вот это и про меня тоже. Продолжение следует...